Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки января, а иногда и пакетики. Может подальше отодвинуться. Короче, я забыла в прошлый уход подложить её на январь, но она у меня половину января сидела на кухне. Это у нас Garden Dreams жидкое мыло алоэ. Вера воняет травой. Я забываю стабильно, что мне вот такие носики не очень нравятся, потому что надо очень впритык подносить, чтобы оно куда-нибудь не улетело. Так-то, в принципе, нормальное жидкое мыло воняло только травой. Если запах супер такой вот, ну, очень сильно травяной, совсем не алоэ, а вообще не знаю какой, тебя не смущает, то вот, ну, увидишь где, покупай. Поллитра мыла, как мыло, в принципе. Так, тут не совсем закончилось, но и месяц ещё до конца не дошёл. Сегодня 28 января, 29, 30, 31, ещё 3 дня, может мне ещё, ну, я думаю, что я его, это, мало ли мне проспичит 3 раза за день помыться, или утром, и вечером, или типа того. Или очень сильно на губку выдавить. Это у нас Миксит, просто гель для душа. Освежающий с экстрактами клубники и манго, вообще это, он по аромату как, ай, блин, с арбузиком. Такой арбузик, арбузик, я вообще как бы не очень так к арбузикам душу, ну, дальше, чем его съедобное. Вот вкус арбуза в каких-нибудь конфетках, ну, могу так себе иногда, такие жреки бывают. А вот тут нормальный такой арбузик, вот, по-моему, у Ифраше когда-то был какой-то гель для душа с арбузиком Жордан-Дюмонт. Тут 300 миллилитров, вот на месяц так вот за глаза и уши хватит. И когда у меня там много слишком выльется на губку, когда нормально. Это от Катюши подарок перед Новым годом был. Новогодний такой подарок. Хороший гелик, у меня такой же еще гелик есть, их было два. Спасибо, Катя. Прям снабдила на два месяца геликами. И он такой же гелик будет потом на уход февраля, но он сейчас у нас пустые баночки. Хороший вообще гелик, клевый такой. Ну да, я его доделаю еще, сюда его положу пока. Так, что у меня тут? У меня закончился. Эй, Ван Кэ, увлажнение лавандовой сны. Увлажнение лавандовой сны. Вот лаванду там вообще не ощущаешь. Крем для рук для всех типов кожи. Это подарок от подписчицы Лелечки был. Хороший кремик, он у меня долго жил, стоял на тумбочке, которую ты в принципе не видишь, но она вот здесь вот. Есть эта тумбочка, на ней тут баррикады того, что идет на уход и парфюм. Короче, и вот он закончился. Я из него выдавила по ходу дела все, что можно. Больше не выдавливается. Сначала я его использовала, как бы он у меня и в сумке был. И в рюкзачке, и в сумке велосипедной прошлым летом. И тут был, в общем, как бы вне дня и ночи. Я не догоняю ночные крема для рук, для ног. А потом он у меня стоял на тумбочке. Я вот вечером иду спать из ванной. Руки вытру. Ну, в смысле, вытерла вдруг. Вымыла, вытерла. Чувствуется, что надо их кремом. И я вот этим кремом перед сном уже юзалась. Чисто потому, что он ближе стоял. В общем, вот пустая баночка. Спасибо, Лёля. Неплохой крем, но, если честно, вот если у вас сухая кожа, сухая кожа, или суперсухая. Ну, а то он припарка. Вот чисто такой вот проходной вариант. Это словосочетание подцепила на YouTube. У меня, тут еще натек, еще на раз хватит. Закончился детский шампунь. Ласковая мама с экстрактом мальвы. Натуральные экстракты. Хороший шампунь, но к нему все-таки привыкают волосы. Надо делать разнообразие. Вот мне его где-то месяца на полтора муж хватило, фиг знает. Ну, на январь-то весь точно. И вот... Не, они у меня чистые, но я полежала. Потом еще на два часа вырубилась. Думала завиться, а потом чуть-чуть ногти накрасила и забыла, что можно было бы завиться. Ну уж извини, какая прическа есть. Такая есть. Короче, ну я сегодня не им мыла. В общем, ласковая мама тут осталась немножко. Неплохой шампунь, бюджетный, хороший. Ну, как бы это... Волосы не спутывают. Покупала вместе с этим же мылом, которое тут было. Так что-то тут у меня такое. У меня закончилось, но как бы она один на раз была. Там еще где-то эти руки были. Я их в пакет отдельно убрала. Ну, как бы маска для рук. Тоже от Катеньки. Это у нас... У меня целый набор был. Кис бьюти. Китайская косметика. Очень даже неплохая. Раньше китайцы делали в 90-х годах какой-то шерпадреп. А потом они эволюционировали. И камера-то у меня две. От китайских фирм. И еще что-то... А, оно не тут. Оно на кухне. То, что я еще не смонтировала. Это палка-держалка аккумуляторная. Тоже китайская. Вот косметика китайская. Калите. Слушайте, такая шикарная маска. Единственное, я лоханулась. Надо было сразу эти стикеры приклеить на руки. Ну, на эту маску. И там, значит, такие, ну, не знаю еще, пакетики. А внутри пакетика такая вот нетканый материал с двух сторон тоже. И вот она. У меня, кстати, сейчас две кольцевых лампы. Одна желтым теплым светом. А другая, ну, в смысле, желтым светом, да, наверное, теплым. А другая фиолетовым с двух сторон. Тут даже что-то еще немножко осталось. Короче, она очень классно так вот. Руки такие мягкие-мягкие. Реально вот такое карите-карите. И я еще специально ногти счистила лак с них, чтобы все уж пропиталось. Прикольное ощущение. Кожая рука вообще шикарно. Там не отри еще была такая. Можно даже кремом было не пользоваться. Очень маска понравилась. Вообще впервые пользовалась вот так вот. Перчатка-маска. Маска-перчатки. Перчатки-маска или как назвать, в общем, подобного типа маску для рук. Спасибо, Катя. Очень вообще порадовала-то, как классная. Я даже не знала, что такие существуют, блин. Так, у меня тут пакет с пакетом. А в пакете... Я где-то год с лишним назад покупала на Вальдбере за 169 рублей, вот как сейчас помню. Стиральный порошок 2,4 килограмма. Ну, 2,4 килограмма, короче. Всегда лучшая цена. Универсал Бирюса. Хороший порошок, в принципе. Нормальный такой хороший порошок. Мне его на год с лишним хватило. Он у меня где-то вот в середине января закончился. А я его, наверное, с октября вообще прошлого года юзала. Позапрошлого года уже, получается, юзала. А потом я его увидела на Вальдберес. Думаю, купить что ли еще про запас такой большой пакетик. А он уже 700 рублей. Думаю, обалдеть. Не, за 700 рублей мне такое не надо. А вот за 169 самое то. Ну, хороший порошок. Если у вас не геморит цена, советую. Нормальный такой порошок. Все, отстирывают. Ну, не все, конечно. Не на всех режимах. Вот если неправильный режим поставить, то пятнышко какое-нибудь оставить на месте. А вот если правильный режим поставить, то не оставить это пятнышко на месте. Хочется проколоться, перетвинуться на другое место. Он не то чтобы закончился, я его пересыпала. Это от света. Подарок был резайс, кофейный скраб для тела. Я его не поняла, честно. Он какой-то сухой. Он сухой, значит, у меня был похожий скраб. Его намочишь водой, он такой размокает, и все нормально. Забыла какая-то там русская тоже фирма в Казани делается от какой-то другой подписчицы. И, короче, Мустаева забыла. Голесия Мустаева. А то, значит, его надо на мокрую кожу сухой скраб нанести, растереть и на 5-10 минут оставить. Я, значит, нанесла в душе, растерла. И пока мыла голову под душем, ну, потому что как иначе, голой со скрабом ходить надо как-то, чтобы он на месте, наверное, был. Значит, пока мыла голову, так медленно и печально, где-то минут 6 специально мыла, так прошло, так минут 6 прошло, я смыла его. Он частично все-таки, в общем, как-то смывается. А потом я пятки им пыталась мыть, как бы скрабировать. Я не поняла его. Он вот из всех его, наверное, плюсов, но это минус. Из всех его функций. Он засоряет сток ванны. Надо потом туда, ну, как бы, смывать это, смывать. Не, он не засоряет, конечно, при его смысле, но вот он, ну, чисто в канализацию его смыть. Он как-то, я не поняла, скрабирует, он не скрабирует. И я подумала, ну, как пересыпала в пакетик. И думаю, у меня там кремообразная мыльная основа, которую я купила, но все еще никак не заюзаю. И хочу сделать, в общем, на ней скрабик, ее слегка растопить, добавить туда этот сушеный скрабик. Состав-то у него неплохой. И, в общем, потом его юзать, как скрабик, но в основе, как, ну, с мыльной основой вместе. Потому что, вот тут, что-то я эффекта не поняла вообще. Вот так наносишь его на ноги, допустим, на нужную, на определенные части ноги, да? Трешок так-то, как бы, массируешь, но... Вообще, непонятная штука. Может, я-то не догоняю его, мы с ним не нашли общий язык. Спасибо за возможность попробовать. Может, он себя лучше поведет в этом... Когда я его скрещу с мыльной основой, скажем так. Может, лучше добавлять там в какой-нибудь жидкий гель, ну, в гель на душу добавить. Вот мне больше нравятся скрабики, которые гаммажики, вот и фрашевские такие вот были. Ну, такого типа. Есть у фрашев реально такие гаммажи, мощные такие совсем. А вот такой нежный пилинг, там, гелик и немножко вот таких скрабирующих частей. Вот что-то такое. А еще у меня тут маска, тряпочка. У меня и так-то проблемы с масками-тряпочками. Наносить их на лицо одной тряпочкой. А тут эта маска-тряпочка на две части была разделена. Она на картинке-то не видно была. Тут тоже подарок от подписчицы Светы. Вообще, очень классное увлажнение, хорошая маска. Я так полежала, прелаксировала с ней. Но это уже чисто моя, видимо, фишка. У меня нормально на лицо оно с первого раза не ложится. 24К золото плюс муцин улитки. Маска гидрогелевая для лица номер один. Плюс это такая маска. Мне как-то подружка подарила маску. Тоже с улиткой. Она говорит, слушай, такая маска. Ну, я ее за три раза использовала. Она говорит, ну, трехразовая маска. Потому что один раз подержишь, там еще что-то дофига остается. И в самой пакетике дофига остается. И тут примерно так же можно было. Я еще это, ну, там написано, что все остальное, что вот эта сыворотка остается, по лицу распределить, дать типа высохнуть. А я потом еще эту распределившуюся по лицу и на руки надесла. Потому что, ну, ее много там было. Хорошая маска. Спасибо, Света, за возможность попробовать. Ну, в общем, как. Если вы где-то такую увидите, я вам такую советую. Вот она вот так вот выглядела. Там, не знаю, не отсвечивают ли, не блекуют ли этими лампами кольцевыми. У меня как бы три лампочки наверху. Да, мне религия запретила до сих пор найти эти миньоны, если они у меня там есть, и вкрутить их. Так, вот масло. Так, Си. Что у меня тут? У меня закончилось тоже от света. Я думала, он вечный, потому что, смотрите. Пумс. Я думала, вот это вот, это крем. И вот оно будет уменьшаться и подниматься туда. А нифига, это емкость белая, в которой крем. И, соответственно, там было не видно, сколько этого крема осталось. Я его использовала изначально как крем для рук. Что-то так у меня это он стоял. Думаю, блин, до лица как-то не идёт. Использовала как крем для рук. А потом, думаю, блин, попробовала на лицо. Он такой обалденный, он быстро впитывается. Такой нежный, клёвый, хороший. Это какая-то русская марка, русская фирма. Маклайф. Рефилинг крем. Крем с комплексом антиоксидантов, церамидов, разномолекулярной гиалуроновой кислотой, компонентами, защищающими, предупреждающими чувствительной кожи. 30 миллилитров. Хороший крем такой. Удобный дозатор-то вообще. Вот, ну, пум-пум-пум. Но когда я его, значит, выдавливаю, думаю, что он не выдавливается. Тут же ещё дофига осталось. И тут до меня доходит, почему он не выдавливается. Спасибо, Светочка. Хорошая штука. Дискомфорта не вызывал. Ну, на самом деле, у меня за месяц таких вот заканчивается овер-дофига. Я просто одну оставила. Это перекись водорода. Я её капаю в уши. Она же может считаться уходом, потому что уши я промываю только перекисью. Обычная перекись водорода. В аптеке от 13 до 30. Кто во что гораст. У меня закончился этот крем, хоть он не был заявлен на уход. Я его использовала, зритель сидеровный. Если у тебя вдруг будет нервный припадок, это у нас и фраше, пюрка, мель для, ну, ночной и дневной крем. Я его до этого всё пользовала, да, вот. Ну, редко, но пользовала. Он хороший был. Он очень хороший крем, нежный такой, быстро впитывался. Такая, ну, даже чисто вот видео записать, смотришь, так, какие-то шершавки на лице, там, какие-то кусочки сухой кожи какой-то, микро такие, нанёс на лицо. Оно впиталось всё ровненько. Но он у меня был до сентября 22-го года. И вот уже в середине сентября 22-го года он немножко такой как-то поплотнее стал. На лицо его нанесла, и он как бы, ну, не тот эффект вообще, там какая-то белая плёночка осталась. Я попробовала его на руки, а на руки нормально всё впиталось. А потом я его использовала как крем до ног после душа. Отличный вообще крем. Вот поэтому я говорю, сидя ровно, зритель. Увлажняющий крем для всех, типа, в коже день и ночь наносить на кожу лица, избегая контура глаз. Короче, у меня его чё посоветовала подружка. Она очень такие кремики любила. Вы, фроши, не знаю, он ещё выпускается или нет. Ну, и, короче говоря, вот поближе его пододвину. Проблема была с закрыванием. Такая как-то ровно не ложилась у меня. Я его выбрала в подарок за заказ в фроши года 4 или 5 назад. И он у меня всё долго-долго-долго стоял в запасах. А потом думаю, блин, у него же там через год срок заканчивается. Надо бы его лаюзать. Сколько тут было? 50 миллилитров. Это вообще очень много, потому что, хоть он и ночной, дневной, но если вы используете ночь и день, я-то забывала на ночь, по большей части, а утром только по надобности, то его очень надолго хватит. Он очень экономичный. Там буквально совсем чуть-чуть надо. Может, кого-то напрягает, что вот надо пальцем оттуда загребать, а не выдавливать. Но мне как-то, в принципе, было непринципиально. Хорошая такая баночка, удобная. Может, я её вымою и зафинтюрю туда свой какой-нибудь самопальный крем, когда созрею. Так-с. Вот так вроде смотрю, нормальный свет, но вот если читать, то как-то темновато. У меня закончились натуральные масла, сладкие апельсины. Я им ароматизировала воду для окачивания головы. Ну, мытья головы, я им его использовала как в аромолампе. Я им прыскала в места, где кошка драла обои, а мне не хотелось, чтобы она их там драла. Или она пару раз у меня из вредности нагадила, не там, где не надо, потому что хозяина дома не было больше четырёх часов. Мы ничего не ели и срали. Ну, в тех местах, где знают, что будут ругать. И я там прыскала, капала просто. Иногда чисто для ароматизации воздуха по квартире вот так вот капала, что пахло апельсином. В общем, я их регулярно покупаю, такие фирмы натуральные масла. Мне очень нравятся, покупала в аптеке. Я вообще их видела, это натуральные масла ещё на Вадьбре с наборчиками. Ну, не отдельно, а наборчиками. Ну, где как, удобно покупать. Последний раз какие-то натуральные масла вообще заказывала на сайте аптека.ру, у нас забирала там в аптеке. Ну, выкупала за наличку. Потому что карты не принимают, только наличка, только хардкор. Сладкий апельсин. Если вы там в поиске каких-нибудь эфирных масел, вот фирма натуральные масла очень хорошая. Годами проверено мной. Так, у меня тут, что это? О, у меня закончился кремик. Кис Бьюти. Пах из розовой эссенции. Обалденный вообще запах. Вот на днях я обозревала и выкладывала видео. От Полиночки подарок. Там был наборчик кремов и был крем с экстрактом розы. Я потом уже в Инсте прочитала отзывы, там на разных языках есть. Я так поняла, что это очень популярное, крема такие. И вот этот экстракт розы, он просто экстракт розы. Он не пах розы, а тут розовая эссенция добавлена. И обалденно так пахнет вообще. Слушайте, он быстро впитывается. Он такой классный, удобный форматик. У меня ещё три таких осталось, одно других ароматиков. Увлажняет ручки. Классный такой крем. Спасибо, Катюша. Вообще суперская штука. Если вот что где увидите. Он был с Вайперис. Потому что заказ, в смысле, подарок получала как раз на базе Вайперис. Смотрите, ищите, советую. Классная штука. Выдавила весь за последние капли. Так, это, по-моему, у меня цветы. Я его кверх ногами засунула. Сейчас бы вспомнить, как он пах. Это Alive, Intense, вода да парфюм. Бош Юга. 1,2 мл. Я его даже как-то это, вскрыть смогла. Сейчас что-то не вскрывается. Он пахнет, как ирис, ну арифрошё. У меня вообще такое ощущение, что когда ифрошё снимает какой-нибудь конкретно суперкрутой аромат, то она расторгает, может, контракты с каким-то там этим парфюмером, который это всё ваял. И потом практически идентичные, вообще идентичные ароматы бывают. Встречается в каком-нибудь Хьюгабос. Там вообще капля какая-то осталась. Он обалденно унисексово открывается на очень холоде. Я как-то напрыскала на себя, вышла на улицу. Обалденно вообще. Вот ириснуар и такой вот ириснуаровый унисексовый аромат. Вот между мужским и женским ароматом. Слушайте, такой кайф вообще. Спасибо, Света. Очень так это, как принято говорить, порадовало ароматиком. Клюва так пахваща. Ла-ла потражит. Но он так прикольно трясётся. И у меня там ещё одна есть пустая баночка. Крышечка от меня отвалилась. Я их уделала. У меня закончились. Фаберлик. О фейлик сенсуэль. Это подарок от подписчицы Лёли. Спасибо тебе, Лёли, если ты меня ещё смотришь. Очень классный аромат. Он под конец раскрылся на мне. Тоже как-то унисексово. Я его на себя выливала чуть ли не вёдрами. Ну, это образное выражение. Потому что тут на самом деле, наверное, 30 или 50 миллилитров было. Я не знаю. Тут что-то не написано нигде. Если было написано, что всё стёрлось. Он у меня летом... Давайте свои анальные спазмы в камень-то кидайте. Те, которые смотрят меня и регулярно от этого бомбят. Летом он у меня таскался в велосипедной маленькой сумочке на раме, которая висит. Специально для отпугивания собак, которых в определённом месте натравливают на велосипедистов некоторые. Особо одарённые отсутствия мозга люди. Ну и короче, почему? Потому что вот смотри. Быстро снял. И удобно в руке держать и пшикнул. Короче, универсальные такие духи. Офигительный аромат. И последние вот дни я его так... Он где-то у меня в 10-го, может, где-то в 1-й, 3-й января он у меня закончился. Я на себе вот так вот пшик со всех сторон. На ручку раза три. Говорят, неправильно так вот делать, а мне так нравится. За ушко каждое. Вот в эту ямочку. На голову. Раза три или четыре, или вообще пять. Комнату ещё попрыскаю, чтобы вкусно пахло. На подушечку, чтобы подушечка благоухала. На пледичек, чтобы он тоже вкусно пах, когда я днём иногда лежу под пледичком. Там, может, вот видно в камеру чуть-чуть. И вот я потому что лежала. Короче, вот. Классные такие духи. Обалденный аромат. Спасибо, Лёля. Ну, и это у меня всё, наверное. Все пустые баночки. Да. Тут всё. Больше ничего нету. Всем спасибо, кто осилил до конца. Если вы хотите поддержать мой канал Монеткой, допустим, я сейчас коплю денежку. Ну, пока у меня нет ни хрена. Но буду копить денежку на запчасти. То, что я ещё не смонтировала, но ты можешь увидеть, чтобы ты знал. Ну, как бы у меня часть записана, часть ещё надо протестить все эти тесты и показать, что куда вставляется. Вот аксессуары для вот этой камеры DJI Osmo Pocket 2. Как раз вот официальные аксессуары. Ну, из той версии, которую я не купила, а купила обычную версию. Куцую, скажем так. Классическую версию. Просто в полной версии, помимо того, что она дороже в раза в два. Там есть то, что мне не надо. Мне вот надо только определённые вещи. Если хочешь сказать спасибо, Лёля, то вот здесь вот будет облачко. Задонать Лёлю на донатейшн, на аллерты, на бусте или ещё куда-то. Да, если ты хочешь поддержать меня как-то иначе, допустим, ты любишь АСМР и Монбанги, то вот можешь подписаться на бусте. Тут, правда, будет облачко про АСМР, но ты можешь ткнуться в инфобокс и подписаться на бусте. Спасибо за просмотр, пока! Не забудь поставить палец кверху.